Здравствуйте! Когда совсем-совсем в древние времена человечество начало познавать окружающую Вселенную, ему, этому человечеству, казалось, что оно находится в центре Вселенной. И вообще вся эта Вселенная существует и создана для него. Вот для него на небе зажигаются звёзды, по которым он ориентируется, в море плывёт добывать чего-то. Для него природа вот это вот создало то, что он плывёт добывать куда-то далеко-далеко, за три моря. Вот для него всё это дело. Для него солнце светит, чтобы его растения росли. Для него дождь идёт, да? Это всё Бог сотворил, всё вот так вот это вот шло было. И вот, наконец, дело было уже в позднем Средневековье. Случился коперникианский переворот в науке и вообще в философии. Коперник, Николай Коперник, так мы его называем, великий польский учёный, он же немножко экономист, кроме того, что астроном, он ещё был религиозный деятель, работал по благословлению. Папа Римского, кстати говоря, занимался своей наукой. Он создал свою систему мира, систему мира Коперника. В ней теперь не Земля в центре Вселенной, а Солнце. А Земля одна из планет, это Солнечная система, обычное дело. Дальше больше. Выяснили, что и Солнце не самое главное в галактике. Наша галактика-то ничем не примечательна, не самая большая, никакая не центровая. И оказалось, что вообще человек это такая песчинка, которая вообще на другой песчинке в мире огромном мироздании живёт, и вообще до неё Вселенной дела нет никакого. И так было это до последнего времени, когда стали поступать факты в научный обиход совершенно необыкновенные. Как ни возьмись, Земля оказывалась всё более и более уникальным местом для жизни человека. Ну, например, ну мало того, что она хорошо расположена в Солнечной системе. Ну а что же вы хотите-то? Иначе бы там жизни не было. Ладно. А вот у неё, единственная планета Солнечной системы, нет сплошной земной коры, континентальной коры. Если она была бы на Земле, либо было бы море сплошное, не было бы нам места, чтобы пожить спокойно. Или болото, или сплошное море, океан. А вот когда-то у него, он столкнулся с небесным телом, со спутником своим, Лагранжевым, и содралась значительная часть поверхности Земли, образовалась луна, которая нам тоже очень сильно, как говорят, помогает приливами для дела развития жизни на Земле. Странно, но факт, вот как-то так получилось. Удивительно. Ещё мы точно редко, по всей видимости, такое событие могло случиться один раз за всё время существования Вселенной, не чаще. Это мат ожидания. Во всей видимой части Вселенной. Вот как. Это ужасно, интересно, но тем не менее, это факт. Как быть дальше-то? Что дальше-то происходит? Оказывается, и Солнце у нас необыкновенное. На всех звёздах солнечного типа бушуют огромные вспышки, которые современные астрономические приборы позволяют увидеть даже с Земли. А на Земле-то не всегда увидишь с Земли на солнышке пятнышко, да? В невооружённом глазом через стекло-то еле-еле иногда самые крупные пятна можно увидеть. Не более того, однако. Как быть? И Земля-то, наша планетная система уникальная, из более двух тысяч известных, только она такая, у которой планеты-гиганты движутся по наружным орбитам, а не около Солнца, в месте, где положено быть жидкой воде, как на Земле, да, чтобы жить. Вот как. Одна из двух тысяч. Земля одна такая, Солнце одно такое из двух тысяч других Солнц. И движется она очень хорошо между двумя соседними ветвями, в которых постоянно вспыхивают молодые звёзды, и всё это стерилизует вокруг себя. И наша галактика оказалась необыкновенной. Чёрная дыра у нас очень спокойная в центре галактики. Вокруг неё пустое место, на неё ничего не падает. Да, видите-ка, оказалось, что Земля в этом плане уникальное место. И, кстати, единственное из всех нам известных мест, где есть такая вот разумная жизнь, как мы. Что мы делаем тут всякие вам передачи, байки Бояршинова и так далее. Да. Удачи вам, всех вам благ. Пока.